Рядом с телекоммуникационным центром акционерного общества «Газпром Космические системы» продолжается строительство уникального сборочного производства космических аппаратов. На площадке работа кипит. Строители приступили к следующему этапу возведения здания, установки колонн. Выполняют работы с помощью крана грузоподъемностью в 180 тонн и длиной стрелы 49 метров. Строительство сборочного производства – процесс трудоемкий. Организация транспортировки техники и конструкций была непростой. Кран на площадку доставили несколько фур, сборка заняла три дня. Колонны же перевозили в ночное время с сопровождением сотрудников ГИБДД. Ведь габариты конструкций внушительные, вес одной достигает 53 тонн, а высота – 19,5 метров. Здесь используются самые передовые технологии и современная спецтехника. Из кабины крана машинист детально отслеживает на мониторе происходящее на строительной площадке. Для этого установлено четыре видеокамеры. При монтаже колонна устанавливается на специальные регулировочные элементы, затем проходит процесс выравнивания. Допустимое отклонение конструкции не должно превышать полутора сантиметров в наивысшей точке, находящейся на 20 метрах от земли. Пространство, оставшееся между основанием и колонной, позже заполнят специальным раствором. На площадке продолжаются работы по устройству фундамента. По мере готовности бетона колонны будут устанавливаться на опоры. Всего строителям предстоит выполнить монтаж 63 таких конструкций. Для ускорения работ мы ведем параллельно устройство фундаментов. В сданной захватке производят монтаж уже, как видите, сборных колонн. В дальнейшем при сдаче колонн пройдут следующие работы по установке металлоконструкций. Подрядчик принимает все усилия, чтобы ускорить процесс строительства и сдать объект ровно в срок, то есть 22-го года, в сетябре месяце. Следующим этапом возведения сборочного производства космических аппаратов станет монтаж ограждающих конструкций и кровли. В январе строители планируют закрыть тепловой контур здания. Анна Балиет, Игорь Поляков, Андрей Белкин, Щелковское телевидение.